Здравствуйте! Вы смотрите программу «Разговор по существу». Сегодня мы беседуем с заместителем начальника управления Государственной инспекцией безопасности дорожного движения УМВД России по Магнадской области Ходоковым Виктором Владимировичем. Виктор Владимирович, здравствуйте! Добрый день! Прежде чем ответить на вопросы, я хочу сказать о том, что 11 месяцев 2018 года завершились с неплохими результатами в части обеспечения безопасности дорожного движения. А именно отмечается существенное снижение по всем основным показателям аварийности, снизилось количество погибших и раненых в дорожно-транспортных происшествиях людей. Но, тем не менее, Госавтоинспекция, проводя анализ проводимой работы, все-таки имеет представление о тех направлениях деятельности, в которых нужно приложить усилия, чтобы в дальнейшем скорректировать свою работу и продолжить в дальнейшем обеспечивать безопасность дорожного движения, здоровье, жизнь и сохранять наших колумбчан, жителей нашей области. Скажите, что касается грубых нарушений? Что об этом говорит статистика? Во-первых, хочу сказать о том, что за 11 месяцев текущего года на территории Магаданской области зарегистрировано 232 дорожно-транспортных происшествия, при которых пострадали либо погибли люди. В прошлом году эта цифра за аналогичный период составила 255, при которых погибло в этом году 25 человек, в прошлом году 35, и 300 получили ранения различной степени тяжести. В прошлом году эта цифра составила 326 человек. Если сравнить с аналогичными показателями 2012 года, значит, в 2012 году погибло 46 человек, в этом году 25, ранее было 442, в этом году 232. Если по областному центру интересуют такие цифры, то именно в городе Магадани, как в столице субъекта Российской Федерации, в этом году у нас погибших, к сожалению, 9 человек, в прошлом году было 10, а в 2012 году эта цифра составила 22 человека. Ну, так скажем, несмотря на определенные сдвиги и улучшения в этой ситуации, есть моменты, на которые мы обращаем внимание. У нас по некоторым показателям есть рост аварийности. В частности, это детский дорожно-транспортный травматизм, это наезды на пешеходов на нерегулируемых пешеходных переходах. И, несмотря на снижение, остается проблема участия в дорожно-транспортных происшествиях лиц, находящихся в состоянии опьянения, алкогольного, наркотического и новотоксического опьянения, а также лица, которые не имеют либо лишены специального права на управление транспортными средствами. Мы над этим вопросом работаем, уделяем значительное внимание, проводим различные профилактические мероприятия. Если сказать о непосредственных причинах ДТП, о так называемых грубых нарушениях, основными видами нарушений в этом году явились несоблюдение очередности проезда, непредоставление преимущества, выезд на полосу или сторону дороги, предназначенную для встречного движения, нарушение требований правил дорожного движения пешеходами и нарушение правил проезда нерегулируемого пешеходного перехода. Расскажите о предупреждении и профилактике грубых нарушений. В первую очередь, госавтоинспекция нацелена на профилактику выявления и пресечения данных нарушений. Если сказать о пресечении, о такой составляющей, у нас в этом году 800 выявлено и направлено в суды материалы по 818 нарушениям, связанным с управлением транспортным средством лицами, находящимся в состоянии опьянения. В это число также включаются лица, которые отказались от прохождения в установленном порядке медицинского освидетельствования на состоянии опьянения, а также те лица, которые совершили уголовно наказуемое деяние преступления, предусмотренные статьей 264 Прим. 1 Уголовного кодекса Российской Федерации. Это управление транспортным состоянием опьянения лицами, уже подвергнутыми административному наказанию или имеющими приговор по данной статье ранее. Далее, это 1818 нарушений, связанных с управлением транспортными средствами лицами, не имеющими либо лишенными права на управление. 1 123 нарушения, связанных с проездом на запрещающий сигнал светофора. Это также имеется у нас проблема в этом отношении, работаем над ней. 1 088 нарушений правил перевозки детей. 1 956 нарушений правил дорожного движения, допущенных пешеходами. И 755 нарушений – это непредоставление преимущества пешеходам на нерегулируемых пешеходных переходах. Что касаемо профилактической направленности, мы не ослабляем эту работу и продолжаем ее, мы всегда и занимались. Это работа в образовательных учреждениях, беседы в трудовых коллективах автотранспортных предприятий с индивидуальными предпринимателями, кто занимается перевозочной деятельностью, вообще среди участников дорожного движения. Из профилактических мероприятий я могу назвать БАХУС, куда входит как пресечение нарушений, так и пропагандистско-профилактическая работа. Право управления, встречная полоса, водитель пристегни ребенка, пешеход. Целью всех этих мероприятий являлось сокращение смертности, аварийности, снижение тяжести последствий дорожно-транспортных происшествий. Много широкомасштабных мероприятий было проведено благодаря и совместно с представителями средств массовой информации. Я не буду приводить цифры, но в информагентствах на регулярной основе размещаются информации, связанные на тематику пропаганды безопасности дорожного движения, непримиримого отношения к нарушениям правил дорожного движения и общественного порицания таких лиц, которые систематически допускают правила дорожного движения. Многие, значительная часть нашей работы была направлена на воспитание правового поведения. У самых молодых участников дорожного движения, учащихся в школах, курсантов автомобильных школ, слушателей, не только молодых, там и взрослые и так далее, но нацелены и на эту аудиторию, так как данная категория лиц дает у нас квалификационные экзамены в госавтоинспекции на право управления. Выходя из автошколы, они уже должны иметь полное представление и полные навыки, как управление практического вождения, так и теоретические основы правовой, оказание доврачебной помощи, практическое применение положения правил дорожного движения и законодательство о безопасности дорожного движения, а также знать ответственность. Какие категории людей чаще всего совершают такие серьезные правонарушения? Нарушителями, ну так скажем, лицами из тех лиц, которые допускают грубые нарушения правил дорожного движения, это довольно широкая категория участников дорожного движения. Но я хочу отметить, что это, если брать по возрастной категории, это самая трудоспособная, работоспособная часть населения, это лица от 18 лет до 55 лет. Это широкая распространенная категория. Проводя анализ аварийности, мы смотрим со всех сторон на участников дорожного движения, которые участвуют в дорожно-транспортном происшествии. У нас есть характеристики по лицам, по социальной занятости, по категорийности, кто это, пенсионер, рабочий, служащий, военнослужащий и так далее. У нас есть расклад дорожного происшествия по времени суток, по дням недели, по определенному сезонному притяжению, когда у нас на некоторых участках дорог сезонно возникает увеличение транспортных и пешеходных потоков. Время суток смотрим, дни недели. Я могу сказать, самыми аварийными днями недели, как это ни странно, у нас явились понедельник, вторник и четверг. Причем в это время у нас наблюдался рост аварийности именно с участием водителей, находившихся в состоянии опьянения. Исходя из этого, мы скорректировали свою работу. А по возрастной категории, по своему составу, по занятости, по категориям, это представители различных профессий, представители различного пола. А насколько часто совершают правонарушения несовершеннолетние? Садятся ли они за руль и попадают ли в ДТП? Насколько часто такое бывает? По несовершеннолетним основными нарушениями несовершеннолетних являются нарушения, допущенные ими в качестве пешеходов. То есть это переход проезжей части в неустановленном месте, в пределах видимости пешеходного перехода, как регулируемого, так и нерегулируемого. Это неожиданный выход перед транспортным средством на пешеходном переходе, но неожиданно. Для примера, дорожно-транспортное происшествие на телевышке в районе магазина «Маяк», где водитель просто не успел среагировать на пешехода, который выскочил неожиданно. Если говорить о детях-пассажирах, это пассажиры в легковых автомобилях, не в автобусах. У нас при организованных перевозках групп детей не допущено дорожно-транспортных происшествий, ну и, соответственно, нет пострадавших, погибших. Такая категория, как водители мототранспорта, то есть лица от 16 лет имеют право управления мототранспортом, но у нас есть правоприменение в отношении как таких лиц, так и в отношении родителей несовершеннолетних до 16 лет. Все эти материалы направляются в подразделениях по делам несовершеннолетних. Это все, что связано с управлением так называемыми скутерами, мопедами, мини-мокиками и так далее, двухколесной, трехколесной техникой, лицами, не имеющими права на управление. А мотоциклы и мопеды, вообще, насколько они опасны на дорогах? Транспортное средство является источником повышенной опасности. Владелец транспортного средства несет такую же ответственность, как и лицо, управляющее этим транспортным средством. При соблюдении определенных правил дорожного движения, законодательства о безопасности дорожного движения, каких-либо последствий удается избежать. То есть при несоблюдении, когда что-то из правил дорожного движения, предписанных правилами дорожного движения, не соблюдается, соответственно, происходят последствия. Мототранспортом нужны водительские удостоверения категории А, подкатегории А1, либо категории М. К категории М относятся мототранспортные средства с объемом до 50 кубических сантиметров с рабочим объемом двигателя. Все, что свыше, относится к категории А и подкатегории А1. Для управления данным транспортом необходимо водительское удостоверение с разрешенной категории соответствующей, достижение возраста 16 лет. С этого же возраста наступает административная ответственность за нарушение правил дорожного движения. Ну и все те правила, которые у нас прописаны правилами дорожного движения. Обязательно застегнутый мотошлем, запрещение в ряде случаев ограничений по перевозке пассажиров, также с незастегнутым мотошлемом. Некоторый транспорт просто не приспособлен для перевозки пассажира. Виктор Владимирович, спасибо вам большое за беседу. Напомню, в эфире была программа «Разговор по существу». Мы беседовали с заместителем начальника управления Государственной инспекцией безопасности дорожного движения УМВД России по Магаданской области Виктором Владимировичем Ходоковым. До свидания. Спасибо. Всего доброго. Продолжение следует...